Скажите, в какой момент вы почувствовали к себе интерес со стороны композиторов? Обычно всегда начинающий исполнитель стремится познакомиться с известными композиторами, чьё творчество нравится. И потом уже в какой-то момент происходит и обратная связь. У меня получилось всё наоборот. Я всегда начинал с молодых авторов, никому неизвестных. Я нашёл эту песенку, сейчас был в Нью-Йорке Александр Долов. Он сам доцент, профессор, химик, химической промышленности работает. Ну, он бард. И вот среди песен бардов я нашёл песенку о храмом короле. И вынес её на эстраду. Потом я смотрел песни Саши Морозова из Ленинграда, Володи Шаинского. Это были молодые авторы, которых никто никогда ещё не слышал и не знал. Но они были настолько интересны, что мне было интересно спеть именно песни вот этих молодых авторов, а не тех маститых авторов, которые бежали только одному исполнителю записать эту же песню, потом с другому исполнителю. У меня была с Фельдсманом вот такая вот история, когда он позвонил мне и сказал, я для тебя написал песню «Крыши». И давай запишем. Я говорю, давайте запишем. Всё, я приехал, мы записали. Потом на следующий день он вечером сел в поезд, уехал в Ленинград, записал с Хилем, с Королёвым, ещё там с кем-то. И я потом смотрю, что-то в эфире. Один поёт эту песню, второй поёт. И я позвонил ему, сказал, что это неприлично. И, в общем-то, я больше с Фельдсманом никогда не работал. Мне было интересно с молодыми авторами, хотя их, в общем-то, проталкивать было очень тяжело, поскольку не член Союза композиторов, не член Союза писателей, всё очень строго. И я, поскольку я, ещё раз говорю, был в Перты, Парубок, я всё равно их пробивал. И, конечно, кучу неприятностей себе наживал, и врагов. И, тем не менее, я сегодня могу гордиться тем, что все сегодня известные композиторы, которые стали знаменитыми, это все молодые ребята моего возраста и чуть младше меня, которых я пробивал. Я участвовал, в всяком случае, я не говорю, что главный был, может быть, ещё кто-то был, но я, во всяком случае, и того же Тухманова, и того же Шаинского, когда я приехал в Харьков, там мне не давали спеть песню Шаинского, поскольку он не был членом Союза композиторов. А я приехал в Харьков на огонёк и спел на харьковском огоньке «Ладу», и на следующий день её пела вся страна. И он ходил, этот маленький шпендрик, у которого, ну, если вы видели Шаинского, да, он никогда в жизни не видел такого количества денег, которое, так сказать, на него посыпалось, потому что все запели, и авторский он начал получать. И он пришёл как-то в дом, звукозапись в ДЗЗ накачала в Москве. Вот с такими карманами он пришёл из-за храны авторских прав, набитых деньгами. Говорит, куда девать? Я говорю, пойдём пропьём. Он говорит, так невозможно пропить, на них можно квартал купить. Вот. Так что я очень рад. Другое дело, что со временем люди меняются. Вот мы как-то сейчас разговаривали с Юрой Захариным, заместителем директора оперного театра, который много лет проработал, с Салтовским директором филармонии. Мы с ним друзья большие, с Юрой. И он говорит, Вадик, что происходит? Мы с тобой не меняемся. Вот ты был знаменитым, и есть знаменитый, и незнаменитый. А я, в общем, тоже меня все в Харькове знают, все обращаются. Я никогда не знал, что такое, как это можно зазнаться. Ну, это ж такое дело, знаете, каждый переживает по своему славу. Но меня тоже обижали, что я кого-то не заметил, с кем-то не поздоровался. Но в основном я оставался всегда самим собой. Вы знаете, мне просто кажется, что люди зачастую принимают, вот человек направлен на его все мысли, скажем, перед концертами о чем-то, а всем хочется и здравствуй, и прощай. Вы понимаете, да. И не понимают того, что артист должен быть немножко в себе в какой-то момент. Немножко, да. Но я просто заговорил о том, что вот эти все молодые авторы, которым я когда-то помогал и пробивал их, они сегодня стали немножко другими. Они стали знаменитыми, стали известными. И я как-то звоню Шаинскому домой, у меня секретарь, у него секретарь теперь есть, отвечает, что а кто вы, что вы, перезвоните через час, потом он занят, то все. Вы ему скажете, что звонит Мюнерман, что хотел бы, на один день приехал в Москву из Америки, вот хотел повидаться там. Совершенно другой человек стал. Может быть, он и не стал другим, но, в самом случае, окружил себя такими людьми, которые не подпускают к нему. Они его испортили, сделали популярный. Потом сейчас все с охраной ходят. Мы не ходили с охраной. Мы были доступны всем. Мы, правда, не получали, может быть, таких больших денег за концерты. Нас нечего было грабить. Но, может быть, и с этих позиций сегодня, значит, получают большие гонорары. Может быть, все это такое время, что опасно. Может быть, так. Но все равно мне сегодня пройти к своему коллеге за кулисы. Я должен пройти строй ОМОНовцев, там еще каких-то там охранников. Я махну рукой, лучше уйду. Ну, зачем мне через заслоны такие проходить. Ну, жизнь, черт его знает. Может быть, так и надо. Я не думаю, что так нужно. А в какой момент вы махнули рукой на все эти барьеры, которые были здесь? Наверное, кажется, вот то, что вы сейчас рассказали на концерте, и решили, ладно, будете, уехали в Америку. Было что-то конкретное, что уж подтолкнуло, или накопилось в целом? В целом накопилось. В целом накопилось. Мне не давал жить Кобзон. Казалось бы, даже если он за что-то на меня был обижен, то вообще, так сказать, это не предмет разговора. Хотя он везде говорит, что он мне помогал. Да никогда в жизни мне не помогал. Он только оставил палки в колеса. Но, опять же, опять же, я уже к нему и так. Мы как-то в Австралии с ним встретились случайно в дверях гостиницы. Я уезжал, а он только приехал. Я не останавливался, я просто передал записку, что давай как-то увидимся, потому что мы были в таких нормальных товарищеских отношениях. Ну, он, может быть, стал уже большим, уже депутат, я знаю, что там. Он не соизволил даже ответить ничего. Ну, думаю, не хочет ничего, не надо. Но, во всяком случае, вот тогда распустили слухи о том, что я уехал, когда я никуда не уезжал. Специально это сделали. Вообще, я был чужаком в Москве, будем так говорить. Я все время боролся за свое место на эстраде, без всякого блата, только вот за счет того, что я выходил и делал на сцене. Это раздражало моих коллег, многих. Вот. Вот сегодня с таким артистом, как Лещенко, я бы в разведку не пошел бы. Может быть, я говорю какие-то нелицеприятные вещи о своих коллегах. Но то, что я испытал от своих этих коллег, дает мне право говорить о том, что эти люди нечистоплотны по отношению ко мне, в всяком случае, как коллеги. Вот. Другим артистам я благодарен. В основном я дружил с драматическими актерами. В основном. Вот. Это и Коля Караченцев, это Толя Ромашин, это Женя Евстигнеев, это Евгений Леонов, это Олег Янковский. Может быть, мы не ходили часто друг к другу в гости, но мы очень, Валя Гафт, мы очень хорошо всегда относились друг к другу и уважали друг друга. Может быть, поэтому еще, потому что я не участвовал ни в каких тусовках никогда. Мне приятнее было вращаться в среде драматических актеров. Я на эстраду выходил просто делать свое дело и мало, когда вообще участвовал в сборных концертах. А если я участвовал в сборных концертах, то я всегда узнавал, кто будет в этом концерте. Если это Клавдия Ивановна Шульженко, если это Русланова, если это Бернес, то я считал за честь выступать в таком концерте. А когда не очень хороший артист, на мой взгляд, я старался отсказываться от таких концертов. Ну, я говорю, что характер у меня, может быть, не очень ладный, но я считаю, что я справедливый человек. Ну, а что там помогло вам стать на ноги в Америке? Ведь многие так сказать не нашли себя. В Америке я не стал на ноги. И в Америку я попал по очень трагическому случаю. У меня смертельно заболел брат в Харькове. И когда я был там на гастролях с Трошином и Великановой по приглашению нашего бывшего харьковчанина, Бори Шапира, композитора, мне надо было спасать брата. И мне надо было там остаться, для того, чтобы я успел его вызвать. И я по контракту там работал. И работаю сейчас. Занимаюсь с учениками, у меня есть студенты. И я сделал в Флориде прекрасный театр детский, музыкальный. Но я просто не могу там жить, во Флориде, потому что там очень жарко. И я просто... Сердце у меня не очень хорошее. И я не выдерживаю этой жары. А потом я одной ногой там. Я же говорю, что сначала вот все началось с того, что мне нужно было спасать брата. Вот. Ну и когда случилось так, что год я продлил ему жизнь, и в конце концов он умер, я его привез в Харьков, похоронил в Харькове. И для себя решил, что я должен вернуться домой. Вот. Потому что больше меня там ничего не держит. Хотя меня там любят. И американцы как-то ко мне прониклись, когда они не верили, что русский режиссер может сделать американский детский музыкальный театр. В конце концов у меня ушло на это три года. Я им доказал. И теперь я могу со спокойной совестью ехать домой. Ученики у меня есть там. И одна из учениц будет сейчас на Золотом шлягере. Вот я еду 1-го числа в Белоруссию по приглашению президента Лукашенко. Вот. И там будет моя ученица одна. Я считаю, что она должна занять, если не гран-при, то первую премию точно должна получить. Потому что она намного сильнее, на мой взгляд, сегодня выступающих на эстраде, на русской, на украинской, не знаю. В всяком случае, что-то делаю, что-то делаю. И мне очень приятно, что все-таки 20 почти с лишним лет меня уже нет в этой орбите. Меня нет в этих песнях 97, 96, 95. И там своя компания. Как была своя компания, так она и осталась. Это очень тяжело. Кто-то пробивается. А если пробивается только за большие деньги, не по таланту, ну, будем так говорить, ну, извините, но хорошая девочка Наташа Королева, но какая она артистка была. На мой взгляд, это нонсенс вообще. Вот. Ну, бог с ним. Я не хочу быть судьей. Все могут иметь свое место на этой планете. Но мне хотелось бы все-таки своему городу, своей стране, сегодня уже другая страна, Украина, помочь и быть полезным. Вот все, что я хотел бы сделать в последнее время. Поскольку вы снова вернулись к теме нашего города, Харьковчанин всегда остается Харьковчанином? Я всегда говорил, что я Харьковчанин. Даже когда я прожил 20 с лишним лет в Москве, я всегда говорил, что я Харьковчанин. Вот самое светлое, что вас связывало с нашим городом, скажем, в начале пути, кто, на ваш взгляд, вам больше всего помог тогда, когда эта помощь была? Моя жена. Была у нас в Харькове прекрасный диктор телевидения Ивета Чернова. Она мне дала крылья. Она меня, в общем-то, вдохновляла и благословляла. Она мне была и женой, и другом, и матерью, всем, чем может быть женщина для мужчины. Так что, вот моя первая супруга, которая, к сожалению, ушла очень рано из жизни, она мне дала эти крылья. Спасибо вам. Но не хотелось бы на такой грустной ноте заканчивать нашу беседу. Я думаю, что в первую очередь мы не закончим на грустной ноте, поскольку мы уже рассказали Харьковчанам о том, что есть надежда, чтобы в Харькове, в конце концов, появится театр эстрады. Ой, есть надежда, и дай бог, чтобы это случилось. Давно уже об этом идут разговоры, но если это произойдет, то я буду думать, что это самое светлое событие, как в культуре Харькова, которая произойдет за последние 10 лет. Если тогда вам дали медаль как лучшему исполнителю советской песни за прошедшие 10 лет, то здесь, возможно, вам должны будут дать медаль как деятелю культуры Харькова, который больше всего сделает в Харькове за последние 10 лет. Понимаете, есть силы и преподавательские, и молодые кадры, такие актеры, и студенты могут быть. В Харьков богат талантами, поэтому я посмотрел вчера концерт, посвященный вот дням Лиле. И вот это все лучшее надо все отобрать и делать действительно театр, шоу такой, чтобы, так сказать, он был на уровне мировых стандартов, на уровне западных театров, потому что, ну, нельзя топтаться на одно место, нельзя. Ну, в таком случае будем надеяться на новые встречи. Будем надеяться. Не только на экране. Будем надеяться. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.